День призывника Идет навстречу всем инициативам, для того, чтобы пропагандировать службу в армии, пропагандировать, проводить именно воспитательную работу в плане патриотизма, в плане, чтобы наши ребята росли настоящими защитниками Отечества. За победу сразились команды Омского, Любинского, Таврического, Азовского и других районов области. Участники состязались в подтягивании на перекладине, сборке и разборке автоматов, стрельбе из Калашникова. Одним из зрелищных видов программы стала военизированная эстафета. Дружины соревновались в четыре этапа. Бег в противогазе, перенос ящика с мнимыми боеприпасами, стрельба по падающей мишени и переноска раненого на носилках. Будущие призывники показали высокие результаты. Говорят, на военную подготовку всегда находилось время и силы. Все оставались после уроков, пропускали тренировки, хотя ребята спортсмены молодцы. Прям вот разбирали автомат Калашникова, стреляли, очень готовились. Мы должны смотреть на солдат, воспитывать свой патриотический дух. И все должны, каждый хоть должен идти в армию, просто обязан. Этот вопрос очень важный, необходимый для молодежи, для подрастающего поколения. Особенно для юноши, которые будут проходить службу вооруженных сил. Ну и не то, что вооруженных сил, но так именно для себя. Что когда ребенок видит, знает, работает в этом социуме, он же чувствует эту атмосферу. В результате всех испытаний первое место в комплексном зачете заняла команда кадетского корпуса. На втором месте оказались спортсмены Черлакского района. На третьем – дружина советского округа города Омска. Помимо соревнований, зрители и участники патриотической акции посетили выставку военной техники, посмотрели выступления группы десантников танкового училища, а также шоу сильнейших атлетов России Михаила Шевлякова и Александра Манцирова. Вот так, настоящий богатырь, настоящий русский атлет.